Привет! Вы на канале Просто Техника. Сегодня у нас на обзоре вот такой геймпад. Модель называется X2 Bluetooth. Производитель бренд GameSir. Я уже снимал про такой геймпад, но это была прошлогодняя версия. Модель называлась просто X2 и у нее был разъем Type-C. И мне приходилось брать на работе смартфон, чтобы подключать. То есть разъем Type-C подходил только для Android смартфонов. Эта же серия идет Bluetooth, соответственно мне не нужно бежать брать телефон, я могу подключить свой iPhone. То есть прелесть этой модификации в том, что она подходит и для Android, и для iPhone. А это уже, конечно же, плюс. Итак, что дает этот геймпад? Этот геймпад может превратить ваш смартфон в игровую консоль. В прямом смысле этого слова. Ну, во-первых, конечно же, вы можете играть в игры, которые идут для смартфонов. Во-вторых, вы можете играть в игры, которые не подходят для джойстика. Существуют специальные программы, которые программируются. Программируются кнопки, и с помощью вот этих алгоритмов вы можете играть даже в игры, которые не предназначены или не оптимизированы для джойстиков. Ну и, конечно же, вы можете таким образом играть на PlayStation, либо Xbox. Ну а также есть облачные сервисы, которые предоставляют возможность играть в игры. Тоже вы платите облачную плату, и вы можете играть даже на смартфонах. То есть, с помощью вот таких джойстиков вы можете играть практически во все игры на своем смартфоне. Вот зачем люди покупают вот такие гаджеты. И в этом ролике я вам покажу, что идет в комплекте, качество. Ну, мы, конечно же, поиграем и сделаем выводы, насколько он хороший или плохой. Итак, вы на канале Просто Техника. Поехали! Комплектация. Геймпад идет вот в такой коробочке симпатичной. Ну, у меня она уже не симпатичная, потому что я ее долго таскал и думал, где же снимать? Дома или на работе? Понял, что на работе мне времени не дадут покупатели, поэтому решил снимать дома. Но пока решался, я ее уже подушатал. В комплекте идет чехол. И это, конечно же, правильно и хорошо. По-другому, наверное, быть не может, потому что это вещь все-таки портативная. Вы ее будете брать постоянно с собой. Качество довольно-таки неплохое. Также в комплекте идет кабель зарядки. Почему? Потому что это у нас идет Bluetooth. То есть, его нужно заряжать. Аккумулятор здесь идет на 500 мА. В принципе, на день хорошего гейминга его должно хватить. Также мне понравилось, что в версии Bluetooth идут накладки на стике. И, честно скажу, вот с этими накладками мне уже играть было более-менее комфортно. Потому что сами стики, они очень маленькие. И без накладок постоянно палец искакивал. Накладки уже получаются такого уже нормального размера, которые уже близко похожи на нормальные стики от нормального джойстика. То есть, вот здесь уже, конечно же, они продумали. Накладки имеют две формы. Одна, которая более... Накладки имеют разные формы под любой палец. То есть, вы можете выбирать, какая форма вам более комфортна. Также в комплекте идет наклеечка. Кто любит наклеечки, она идет. Ну и инструкция. Инструкция идет на английском и на китайском. Русского и украинского. Да ничего нет. То есть, инструкция идет только на английском и на китайском языке. Поэтому учите либо английский, либо китайский. Либо пользуйтесь Google переводчиком. Итак, как пользоваться геймпадом? Как видите, здесь есть индикация. То есть, вы должны его с сопряжением сделать по Bluetooth со своим смартфоном. Есть снизу кнопочка. Зажимаем ее и зажимаем кнопочку A. И тогда он включит режим Bluetooth. И у вас есть два варианта, как это сделать. Либо через настройки вашего смартфона. И зайти в Bluetooth и найти. Самое интересное, что он определяет его как Xbox Joystick. Либо скачать родное приложение GameSir и законнектить его через родное приложение. Через родное приложение вы можете обновлять прошивки. Можно протестировать кнопки, работу кнопок. И также можно программировать кнопки. Программировать кнопки вам нужно будет, если игра не заточена под работу с джойстиком. То есть, вы здесь показываете, в каком месте. Вы здесь показываете, как расположен сенсор, допустим, на тех же танчиках. И программируете. На Android смартфонах это работает хорошо. На iOS я еще не понял, как это работает. То есть, для Android эта движуха работает, а для iOS я еще не разобрался. Вот таким образом вы легко коннектите смартфон к этому джойстику. Размеры вот довольно-таки хорошие. Как видите, у меня iPhone сейчас в чехле и еще есть запас. То есть, в принципе, он подойдет к любому современному смартфону. И это, конечно же, очень важно. Мне очень понравилось VD-серии накладки. Повторюсь, без накладок играть было очень комфортно. Потому что стики были очень маленькие. Они имеют форму. Одна, которая более утопленная. Другая, наоборот, более выпуклая. Одеваются. И теперь хотя бы с этими накладками уже хоть как-то комфортно управлять этим геймпадом. Потому что, повторюсь, без накладок вообще было неудобно этим пользоваться. То есть, видите, уже когда одел накладки, размер стал намного больше. И уже хоть как-то близко к обычному стику. То есть, пользоваться уже хоть как-то более-менее нормально. Итак, давайте сначала попробуем поиграть в мобильные игры. Потом я покажу, как подсоединиться к PlayStation 5. И вообще расскажу свои впечатления об этом гаджете. Интересно то, что когда вы зажимаете домик IB, он определяет себя как Xbox Joystick. И тогда автоматически мне не нужно делать никакие макросы. Я могу играть. Итак, зажимаю кнопки и пробую. По ощущениям играть очень прикольно. Единственный минус, не хватает точности правого стика. А так, в принципе, вот я сейчас на своем айфоне сижу играю, мне нравится, как это работает. Намного удобнее. Во-первых, у вас больше экран. То есть, вы не мешаете своими же пальцами. И вы видите лучший обзор. А во-вторых, вам так легче целиться. Действительно легче. То есть, как обычным джойстиком. Поэтому играть с помощью такого гаджета на смартфоне, допустим, в Call of Duty, лично мне понравилось. То есть, играть действительно удобно. Мобильные игры, это, конечно же, хорошо. Но этим, конечно же, мало кого удивишь. А вот играть в какие-нибудь классные игры, такие, допустим, как горизонт на своем телефоне, это реально круто. То есть, как видите, я сейчас управляю этим джойстиком. И у меня дублируется игра на смартфоне. Но, правда, нужен хороший интернет. Потому что при плохом интернете у вас будут квадратики, будет понижение качества. И будет, конечно же, задержка. Ну, а так, в целом, если это будет вот так работать, как есть, мне нравится. То есть, как видите, помимо мобильных игр, вы можете играть в облачные игры. И в целом, действительно, гаджет интересный. Опять же, более правильное решение, что он работает по Bluetooth-соденению. То есть, мы получаем универсальное устройство, которое подходит и для Android-ов, и для iPhone-ов. Ну, и третий вариант играть с помощью этого геймпада. В те же танчики вы можете запрограммировать кнопки. То есть, подключиться тогда уже не домик B, чтобы он определялся как Xbox-овский джойстик. А уже подсоединяться по-другому и программировать скрипты. То есть, грубо говоря, программировать область экрана, чтобы, допустим, в эту область, когда вы что-то делаете, он понимал, что это работает стик. То есть, это третий вариант, как играть. То есть, в принципе, если заморочиться, то с помощью этого геймпада реально можно играть в любые игры. Те игры, которые подходят для геймпадов, и те игры, которые не подходят для геймпадов. В принципе, вот такой геймпад. Спасибо, что посмотрели. Не забудьте оставить свои комментарии. Подписывайтесь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok